Привет всем! С вами Анатолий, барыга печами и дымоходами из интернет-магазина Жарпархов. Я нахожусь сегодня на выставке, на выставке салон каминов в 2019 в Москве. И на стенде сауны Стройсервис, фирма, которая занимается изготовлением классных бань, находится нескромно абсолютно, абсолютно новая печь, которая называется Violet. Ну и сейчас будет обзор на нее. Печь, сразу скажу, является предстартовой. Единственное, что может в ней измениться, это, возможно, дизайн, но и то, может быть, этот останется. И тут куча интересных решений, которые придумал Сергей. Он мне будет помогать вести обзор. Значит, ну что, начнем с самой печки. Делается она в двух модификациях из стали. Сталь бывает либо 0,9 G2S, либо нержавейка. Нержавейка толщиной 4 мм, а 0,9 G2S сделана по системе термической равнопрочности, то есть 3,5 мм, соответственно, там, где нужно усиление. А там, где их не нужно, там потоньше, а там, где нужно, там потолще, там, где идет термическая нагрузка и нагрузка камнями. Печка предназначена для парилок от 6 до 20 кубов. Она, как вы видите, ну, чрезвычайно нестандартная. Обычно вы видите здесь камешки, а здесь они накрыты. Сразу скажу, потому что я предчувствую вопросы, ржавеет, не ржавеет. Значит, первое. Здесь все вот на таких вот винтах. Можно вот эту вот часть снять, мы это обязательно покажем и использовать без этой части. Но если нравится вот так, мне лично больше так нравится, то я у вас уверяю, что здесь покрашена специальной кислотой и жаростойкой краской. То есть здесь такое нанесение краски, которое коррозии мешает, и все это протестировано на заводе. Дальше. Эта печка сделана по системе нашумевшей печи Комета Вега. То есть здесь две заливных воронки. Смотрите. Раз и два. И эта печь так же, как Комета Вега, дает звук в юге. Вы все увидите в этом ролике, потому что здесь будет в ролике вставка с испытаний данной печи на испытательном комплексе, который есть у компании Грилл. Продолжу рассказ. В следующем, коль я смотрю на стекло, будут разные размеры, разные варианты. Вот эта вот печь с укороченным топливным выносом будет удлиненная и будет с большим стеклом. Сейчас сконцентрирую. Вот, уже готово. Вот так вот это все будет выглядеть будет. Макс модель называется. Мундул Макс. Она будет еще с телескопическим... С телескопом. Да. Значит, там будет 44 сантиметра диагональ, правильно? Да, не будет, они уже есть. Уже есть. Ради интереса посмотрим, какая диагональ у этого стекла. Ну, здесь 29, 28, 27, да. Давайте посмотрим, что внутри. Ну, прежде чем полезем внутрь, обращаю ваше внимание, что здесь зольный ящик сделан тоже вот с такими вот вырезами. Здесь находятся всяческие запасные части. Мы это все монтировали на выставке. И главное, есть ключ. Залезаем внутрь топки и смотрим, что внутри есть топки. Значит, смотрите. Здесь колосники новые. 2019 года образца. Они имеют, в отличие от старых колосников компании Grilled, они имеют вот здесь вот сточку. Стощено это за тем, чтобы можно было бы более удобно использовать и эксплуатировать кочережку. У кого-то она там, может быть, застревала, да, и чтобы не застревала, когда вы кочережку засовываете, его дергиваете, чтобы колосник так не делал. Да, я расскажу немножко еще поподробнее про колосниковую систему. Поэтому, заметьте, видите, щели, где вставлен колосник, это сделано специально для того, чтобы, когда колосник нагревается, он расширяется, а когда остывает, сужается, чтобы он спокойно, грубо говоря, ходил вот в этих панелях, вырезах. Так сказать, самосряхивающийся колосник. Шутка. В печке вы видите дополнительные картриджи из нержавейки. Это защита, раз. То есть, дополнительная защита для печи. И два, это изменение параметров горения. Дело в том, что вот эти вот защитные картриджи вставляются, посмотрите, как. Вот он сам вот такой вот толстый. Не гнется он конкретно из нержавейки, толстый. Вставляется он в паз. Два миллиметра, подсказывает Сергей. Вставляется он в паз вот в этот вот. И вот часть воздуха идет вот через эту щель, нагревается здесь. И выходит вот через эту щель, уже нагретый. Вот здесь вот смещается тепловое ядро суда, а уже сверху находится закрытая каменка. Это свод топки, он же нижняя часть закрытой каменки. Он уже сделан с усилением. Смотрите, здесь газовые каналы везде, по которым проходит пламя. Пламя идет не просто в трубе, а оно как бы омывает закрытую каменку. И еще есть небольшое отверстие, на мой взгляд, где-то 5 сантиметров, может 7. И пламя в небольшом количестве идет через центр. А в центре находится закрытая каменка. Таким образом, камни нагреваются со всех сторон и еще посередине. И все это мы увидим, когда начнем разбирать эту печь. А мы ее начнем разбирать. Но прежде чем начнем разбирать, Сергей, скажи, Как вы тестировали покрытие вот это? И вообще, что это за покрытие, кто его делает? Это эмаль, кислота жаростойкая. Мы его кипятили. То есть изделие, облитое уже этой краской, в серной кислоте 10 минут. И только после этого она начала пузыриться. Это очень-очень тяжелые условия. Попробуйте что-нибудь покипятить в серной кислоте. Это достаточно очень серьезный тест. То есть она выдерживает пары, воду, влагу. Самое главное, чтобы она была облита. И при этом эта краска термостойкая. То есть она выдерживает достаточно высокую температуру. То есть мы кожух этой печи будем красить этой краской. Вот она будет возможна еще в других цветах. Это бежевый цвет, слоновая кость цвет. И цвет коричневый, темно-коричневый, шоколад. Возможно, таракотовый еще цвет будет. То есть мы будем экспериментировать в ближайший месяц. Менять камни, темные камни на светом, светлые на темном. То есть варианты до конца апреля, я думаю, все будут уже понятны, что пойдет какая-то, какая печь пойдет в серию. Вот, то есть и тем самым еще будут, будем как бы понимать, что будут идти с этой печкой сразу в базе. Будет ли камень, либо камень будет. Пока рассказываешь, давай покажем, как раскручиваешь. А еще такой очень важный момент, уникальность этой печи, что мы очень быстро можем эту печку собрать. Это очень удобно для мобильных бань, где нужно распределить вес печи на разные, к примеру, прицеп 750 килограмм всего лишь, то есть ограничение, а его надо двигать. То есть можно снять эти ламели, убрать багажник, либо просто как бы распределить нагрузку печи. Вот, давайте мы сейчас попробуем быстренько, то есть подтверждением моих слов, ну, эту печку разобрать хотя бы отчасти, чтобы вы увидели, что там внутри. Пока разбираем, скажи, пожалуйста, камни какие лучше сюда класть? Ну, конечно же, дэвид, фракция 2-5 сантиметров, вот примерно такая, как и фракция, она и идет на эту печку. Закрытую каменку можно же эту же фракцию использовать, либо немножко попрупнее туда можно уже заложить. Закрыты каменки порядка 18 килограмм входит. Потом получается открытый, вот здесь вот, вот в этих ламелях, там порядка 7 килограмм, то есть на каждую ламель, на длинную, и порядка 4 килограмм на короткую ламель. А камни в комплекте? Ну вот, я думаю, что будут они уже в комплекте, и мы будем для наших покупателей уже, как розничных, да, то есть, ну, для всех, и у нас будет на камне спеццена, то есть мы на камне зарабатывать не хотим, и покупателям нашей печи мы будем продавать практически по себестоимости, то есть по очень низкой цене. Я сейчас уж точные, как бы, цифры называть не буду, потому что их еще у нас нету, прямо чтобы, как бы, до копеечки. А какие камни планируются? Вот так вот, раз все это выбирается. И дальше. Планируется GDE. И вот так вот она откручивается, то есть самое долгое, это снять крышку. Давай покажем. Вот такая вот вещь. И разбираем дальше. Это барашками закручивается. Барашками, да, здесь все. Это достаточно просто. Пока не откручиваем, покажи минутку. Видите, вот здесь вот щель. Расскажи, зачем она нужна. А, это как раз здесь выходят кондиционные потоки и выход пары. Вот видите, здесь помимо есть еще, то есть опора, и который в момент здесь работает. Сейчас мы еще поработаем над темой, чтобы одна и та же печка была и шот, и лонг. То есть, чтобы не раздувать, очень-очень удобно. Но это удобно будет для продавцов в магазинах, чтобы не держать ассортимент. То есть, повторяю, то есть будет модель вот такая вот, с маленьким стеклом шот, лонг, то есть длинный, с ростовкой изнутри помещения, и наружного, и, то есть, предбанника. И с большим стеклом, который я уже показал. Это закрытая каменка. Это закрытая каменка сделана по системе Кометы Вега. Сейчас это все уже рассказываю, показываю, потому что уже... Все на патентах. Да, то есть здесь порядка, опять же, как бы четырех патентах, в разных моментах кассеты, все это уже... То есть вот это уже на патентах? Да. И звук на патенте? И звук на патенте... Порядка девяти, либо восьми, там, диапазонов запатентовали, запатентовали и сам факт вообще, то есть выхода звука, то есть это все уже как бы на патенте. Вот дальше. Вот так вот выглядит закрытая каменка. То есть вот здесь вот идет канал, он из пятерки, 0,9 Г2С, либо, то есть из нержавейки, четверки канал. Если кто не знает, 0,9 Г2С имеет температуру окального образования на 100 градусов выше, чем обычная СТ-3. Да, да. А нержавейка еще лучше. Далее. То есть вот как бы заливочные отверстия. Почему мы их сделали две и на одинаковой высоте? Потому что чем отличие от Кометы Веги, высота каменки ниже, но она ширь. И, например, то есть если в Комету Вегу в Лазии там порядка 25-27 килограмм камня, здесь порядка 18-20, то есть в зависимости от фракции. В принципе, но она достаточно как бы широкая. Поэтому мы сделали два, чтобы полностью как бы диапазон закрыть. честно вам скажу, каменка работает просто фантастически. Я когда мы провели как бы первые тесты, я знал, что будет эффект не хуже, чем у Хави ТВ. Веги, но она обалденно как бы работает. Я прям даже не ожидал, что будут такие результаты, которые поразят даже меня. Сейчас, пока я не встал, я так на картах сижу, объясню. Предназначение вот этой вот детали, это как бы сито-решито, ну, утрированно говоря, чтобы вода струей не не лилась в какую-то одну точку камней. Для увеличения площади покрытия водой камней сделана вот как раз вот такая вот вещь с наклоном, что с этой стороны, что с этой стороны. Вот оно. И у меня то есть у меня вопросов нет, но я предчувствую этот вопрос. Вот эта часть, модуль, он идет в комплекте или докупается отдельно? это докупается отдельно и, скорее всего, будет еще модели с баком, то есть в этом же стиле, то есть вместо этой сетки можно приобрести будет бак. Думаю, что будет из толстостенной стали, то есть ну, такой, как бы необычный, чуть-чуть подороже. в этом же дизайне. У меня есть еще пару вопросов, может, пока соберем, покажем, как это собирается быстро. Давайте. Скажи, пожалуйста, а вообще, зачем эта печь произведенена? Ведь есть же комета Вега, почему такая идея возникла? Вот смотрите. И что лучше, комета или луалет? Давайте сделаем так, мы, во-первых, это печки немножко с разного как бы сегментов, конечно, пересекаются где-то на определенном диапазоне. давайте, я вам расскажу про эту печь. И вы уже сами выберете. Вы уже как бы поймете. Здесь получается эта печь от парных меньшим объемом. То есть Вега, например, для объема порядка 8 кубов она слишком мощная. То есть у нее больше топка, у нее больше такой получается как бы теплоотдача. То есть одну секунду. Скажи, пожалуйста, меня вот спросили, а их нужно затягивать до конца на комете. До конца и до упора. Все, так. Я перебил. Да, то есть и далее. Ну вот мы ставим, видите, достаточно удобно все это просто собирается. Вот. Далее эта печка вот когда ее полностью засыпаешь камнями, а здесь камней 100 кг, то она получается у нее эффект тот же самый Веги, но в облицовке. Понимаете, да, то есть это, можно сказать, эконом-облицовка. Здесь нету совершенно полностью она закрыта. заметите, она до пола. То есть она практически здесь буквально два сантиметра у нас то есть остается до пола и от нее нет инфракрасного излучения вообще. У нее очень такой достаточно небольшой конъекционный поток и она до 20 кубов, то есть если Комета Вега до 24, и она я даже есть моменты, 28 кубов и там Комета Вега работает в отапливаемой бане и все счастливы для русской бани. Вот. Здесь она для более мелких размеров. очень удобна опять же повторюсь для мобильных бань. Она компактная, она низкая для невысоких потолков. Да ты можешь не мерить, я могу точно сказать, печка высотой 800 и сетка тоже высотой 800 диаметр 450 кубич. А по цене что дороже? Комета Вега в единых модификациях забрать там Шот к примеру. Вот к примеру без камней вот эта печка Шот вот таким стеклом стоит будет примерно 21000. 2019 год. это ориентировочный ценник, это без камней. А Вега будет 24000 на сегодняшний день. То есть эта печь дешевле чем Комета Вега по ценнику, а по качеству такая же хорошая. это 100% я вам лично гарантирую. Это продукт такой очень очень хороший и качественный и на нее будет европейский сертификат. Я уже фотографии уже отправлены в разные страны. Уже заказали, уже хотят. Вот люк прочистной, который требуется для европейского сертификата. Так что в ближайшее время вы печку точно сможете купить. Естественно все модификации, все цены будут минимум в трех местах. Это на сайте Grilled он там приотачен, на сайте Жарпарком он там приотачен, на сайте Русспара он тоже так же приотачен. Так что спрашивайте, пишите и звоните. Но вы сейчас увидите еще две вещи. Это тест печи прямо с завода. Она там еще не покрашена вот именно тест самого изделия, как он ведет себя в бане, сколько пара выдает, как нагреваются камни, все увидите. Ну и в конце, так как мы находимся на выставке, наверняка сюда будут захаживать специалисты. Здесь выставка специализированная и тут очень много людей, которые занимаются продажами. Банщиков тут мало. всех спрошу. И последний вопрос. Как вот комета века? Понятно, почему комета века? Потому что она прям как с холостом комета. А почему Вайлет? Вроде она не фиолетовая. Эту печь я назвал в честь моей супруге ее именем. Вот так вот. Однако повезло супруге. Ну что ж сейчас я ее добью. А я все сниму. Слушай, а может краску расскажешь как называется? нет-нет-нет? Нет-нет, не буду рассказывать. Но это не наша. Военная тайна. Военная тайна. Европейская. Все, поехали смотреть тесты. Добрый день, всем привет. У нас очередной тест печи Violet. То есть это еще раз это первая печка. Мы ее гоняем, примеряем, работаем. нас сегодня в гостях Эдуард Дудин. Приветствую. Артур Рамильич, наша руководитель отдела продаж компании Грилд. Вот у нас печь. Показания печка работает 56 минут. Температура на выходе отводящих газов 440 градусов. Температура закрытой каменьки 420 градусов. Температура камней наружных 154 в парной 57. На улице плюс 5. Это все сделалось за 56 минут. И заметьте, 3,5 килограмма дров. Топка и она до сих пор горит. Сейчас принесут водички, будем поддавать. Итак, вот значит смотрите время еще раз. 58 минут. Температура значит топки 440 то есть выхода отходящих газов 448 температура закрытой каменьки 428 температура камней 158 температура в парной 57. Эдуард всем привет с вами Эдуард Дудин я как всегда в бане только вот в тестовой бане в лаборатории компании грилд гостях у Сергея сейчас будем тестировать новую печку мы не доверили почетной обязанности и ковш посмотреть я впервые это делаю ковшик полный здесь поллитра сейчас мы посмотрим как ведет себя печка какой пар как быстро она восстанавливается в общем вперед смотрим показания 295 градусов температура упала и вот то есть у нее получается и срез идет раз в минуту раз в две минуты вот видите идет как бы график температура уже пошла то есть обратно подниматься то есть буквально ну меньше минуты в принципе каменка уже уже восстанавливаю сейчас сейчас секундочку вот вот все то есть если посмотрите то есть каменка уже восстановилась пара достаточно много привалила температура на 1 градус поднялась еще разок можно 2 можно 2 сразу один влевый один в правый вот мне кажется уже пора уже приседать температура температура поднялась до 59 градусов закрыта каменка можете посмотреть опустилась температура топки кстати понизилась сразу немножко потому что пошел активный съем смотрите и обратно каменка пошла уже набирать то есть время смотрите температуру каменки 307 каменка восстановлена сейчас давайте еще немножко подождем вот еще один срез 407 вот так вот друзья вот такие вот результаты дает печь еще немножко один срез в режиме парения конечно только подавать не надо вот когда вот с учетом того что здесь 18 кубов в принципе достаточно очень хорошо вот и ощущение мелко эксперт парк хороший да парк хороший работать с ним приятно вкусно то есть он будет ложиться организм организм сразу начинает воспринимать хорошо ну сегодня вживую еще попробуем вот так вот друзья на этом пока заканчиваем тест вау здесь сверху очень хорошо очень хорошо кстати мы здесь можем увидеть влажность там порядка 50 процентов получается нормально есть чем дышать есть чем дышать очень хорошо парк легкие работать я думаю приятно будет супер вот так вот давайте еще раз показания вот видите очень сильно упала температура отходящих газов потому что вся энергия ушла в нагрев камней температура воздуха здесь уже 62 градуса теперь камень 419 и вот здесь вот можно глянуть как за какое время она восстановилась видите вот здесь отсечки времени вот так вот 13 01 1303 вот подошли два гражданина один очень публичная личность вы его все знаете марат канал русская баня верховный шаман баня российский отец русского пара то есть у нас есть дедушка русского пара это отец и совершенно не публичная личность его зовут владимир владимир это верховный продавец в русспаре а когда люди звонят русспар алло добрый день посоветуйте что-то вот этот человек ну твое мнение достойный продукт достойный продукт сделано по уму быстрая сборка маленькая высота под маленькие маленькие то что надо вов продавать можно можно ты с точки зрения продавца скажи можно не стыдно за такой продукт будет так русспар поставите на сайт поставим поставим и на жарпарком поставим это естественно на жарпарком и на русспаре то есть тебе нравится да вов камушки посимпатичнее но это тоже бюджетный вариант отличный жадоитик пошел жадоитик бюджетный вариант камень за пазуху камень за пазуху пойду к конкуренту а вот представитель компании бочки ру как раз для бочек печка я считаю подходят а ты как считаешь совершенно верно совершенно верно компактная низенькая печка которая будет вписываться в бочки интересно тем более если вы говорите вам будет не надо я же не на сутки но пупак же он тоже будет в едином стиле правильно а вот хочется попробовать и все такое поэтому для этого и придумываем новинки поэтому интересно высота невысокая 800 ровно 800 маленькую коробку кстати наше сколько лучше а вот известнейший правдоруб рубани правду за печку печь классная все вопросов не имею спасибо а вот перед вами три человека которые чрезвычайно известны тем то что в какую бы баню ты не пришел одного из них обязательно увидишь это профессионалы в области бань что скажете красивая современная печка нам очень понравилась выглядят достойно что скажете свет для луга прям в глаза нет не выключу свет печка норм или не норм давай честно красивая а вот Анатолий всем известный монтажник из Кубань печи компании что скажешь за новую печку обвинительная печка прикольная маленькую парную е о на Кубань а вот осматривает печку Иван владелец бочки ровную что скажешь на первый взгляд какова очень красивый элегантный как женщина как женщина слушай точно похоже на какие-то не знаю ажурное какое-то белье женское можно так наверное уподобить как думаешь для маленьких компакт парилок подойдет под режим русской баня уже просим все все в бочках будут баня бочки вот с такой печкой в конце апреля уже увидим вау ну что посмотрели что я могу сказать по моему экспертному мнению печка вообще замечательная и я я более чем уверен такая это печь пишется абсолютно любую баню особо если вы не забудете поставить сюда должно быть один из самых лучших домоходов которые есть на рынке это домоход от грил дело в том то что он и пожаробезопасный и покрашен такой же краской то есть это прямо будет у вас единый дизайн вашей бане понравилось ставьте лайса и жмите красную кнопку подписаться где взять там вот ссылки все будет в конце весны 2019